друзья всем привет всем привет мы находимся в городе кишиневе в этом выпуске мы хотим показать вам несколько узнаваемых мест которые остались воспоминаниях каждого кто побывал либо жил в этом прекрасном городе давайте вместе с вами окунемся в атмосферу этого города и посмотрим какой он был до развала советского союза 32 года назад и какой он стал сейчас и начнем мы наш маршрут по этому прекрасному городу конечно же сворот города это самый узнаваемый архитектурный объект который есть на каждой открытке и каждый прилетающий сюда человек обязательно через них проедет потому что эта дорога ведет с аэропорта в центр города давайте продолжим наш маршрут и посмотрим конечно же какой он сейчас ворота города это что-то вроде дверей пропускающих вас внутрь кишинева здание создают ощущение грандиозности и вечности города но все-таки это не только архитектурная достопримечательность но и жилой комплекс который построили в 1986 году в те времена жилые дома были почти все пятиэтажными и постройка 24 этажного здания с быстрыми лифтами и длинными балконами была в новинку каждый хотел поселиться в этом необычном доме название домов ворота города пришло после окончания постройки ведь два ступенчатое здание по бокам от одной из главных улиц города выглядит не как иначе как гигантские врата но несмотря на то что ворота города кишинева стали символом города и привлекают внимание туристов со всего мира они остаются важным элементом исторического наследия молдовы друзья мы сейчас находимся в районе ботаника бульвар дача раньше назывался проспект мира мы хотим вам показать одно классное узнаваемое место очень популярные в советские времена которая открылась весной 1990 году это кафе пингвин я думаю что каждый из вас попробовал это вкусное мороженое которое тут продавалось к сожалению друзья от кафе осталась вот такая вот потрепанная ужасная вывеска кафе не существует это шикарная кафешка в которой продавалась вкуснейшее мороженое сюда часто приходили семьи с детьми сколько же счастья было когда детки держали в руках цветной шарик мороженого это было нечто фантастика того времени и ребятки и видео которое вы сейчас видели на экране этому видео уже 30 лет да это реклама того самого мороженого то классное кафе даже я помню как мы с родителями сюда приходили и столько было счастья и радости держал вот этот вот кусочек мороженого разноцветный это просто незабываемые эмоции чувства дети советского союза но мы продолжаем наш маршрут дальше двигаемся в центр города поехали неузнаваемо преобразилась за годы советской власти столица социалистической молдавии одна из 15 равноправных союзных республик входящих в состав союза ссср сегодня в молдавии строится в расчете на тысячу жителей больше квартир чем в англии сша франции австрии и других высокоразвитых капиталистических странах а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И за нашей спиной находится главный вокзал Кишинева. Когда-то железнодорожный транспорт являлся самым удобным способом путешествия и перевозки грузов на большие расстояния. В начале 20 века это было одно из самых красивых зданий в Кишиневе. Здание выделялось красивым фасадом, который состоял из множества башен, придававшие всему зданию вид замка. А внутри была роскошь и удобство. Интересен он тем, что построили его сразу после войны в 1948 году, и строили его военнопленные немцы. И построен он был по проекту Чуприна. А главным консультантом по проектированию являлся Щусев. Алексей Щусев, кстати, родился тут, в Кишиневе. В конце 19 века. И позже уехал учиться в Санкт-Петербург. Наверняка вам эта фамилия знакома. Это выдающийся советский архитектор. По его проекту построен мавзолей Ленина. И гостиница Москва. И здание Казанского вокзала. В свое время здание ЖД вокзала очень сильно пострадало от бомбежки и, соответственно, от землетрясений. Его реставрировались. Сейчас он очень хорошо выглядит. Это здание исправно служит и по сей день. Но количество прибывающих и отбывающих поездов значительно сократилось. Кишиневцы не зря гордились своим вокзалом. Их гордость воплотилась в многочисленные старые фотографии. На которых он был запечатлен и благодаря которым мы можем им восхищаться и сейчас. Наверняка помнят все привокзальную площадь, где люди встречались, провожали своих знакомых, близких, друзей. В советские времена это место перед вокзалом было очень оживленным. Бесконечные поезда, прибывшие пассажиры. А на скамейках вокруг фонтана, на привокзальной площади, полный аншлаг. Казалось, что так будет всегда. Как же хочется вернуться в то детство, посидеть с бабушкой в фонтане и отправиться на поезде в дальний путь. Друзья, а также у нас есть отдельный выпуск в честь дня железнодорожников про вокзал и его поезда. Ссылочку мы оставим в описании под видео. Не забывайте подписаться на наш канал. И оставляйте комментарии. За нашей спиной находится гордость Кишинева. Это гостиница Националь. И до развала Советского Союза это была одна из самых роскошных гостиниц города Кишинева. Она входила в систему интуристов. Именно здесь стелили всех иностранцев. В коридорах были ковровые дорожки. А в номерах были холодильники, кондиционеры и телефоны. В гостиницах был салон красоты, бары, рестораны. И даже присутствовало казино. А туристов возили на модненьких хикарусов и показывали все достопримечательности города. А сейчас давайте посмотрим, что от нее осталось. Останавливаться в ней было престижно и комфортно. Еще бы, везде было чисто, красиво, уютно. Иностранные путешественники размещались с максимальными удобствами. Интурист отличался высочайшим качеством обслуживания. Постояльцев доставляли в лучшие рестораны, на специальных автобусах или дорогих автомобилях. В их распоряжении были городские театры, музеи и услуги самых высококлассных переводчиков. Последние годы гостиница Националь выживала за счет сдачи в аренду номеров под офисы. Конференц-зала для встреч делегаций и ресторана под различные торжества. Специалисты отмечают, что молдавский интурист перестал соответствовать международным стандартам, так как его номера были очень маленькие и неудобные, и что легче здание снести и на его месте построить новое, чем перестраивать. К тому же, по мнению специалистов, Националь даже нельзя квалифицировать как однозвездочную гостиницу. К сожалению, это все, что от нее осталось на сегодняшний день. Все это очень печально. Но мы двигаемся дальше, ближе к триумфальной арке. Продолжение следует... Мы добрались до площади Великого национального собрания. И за нашей спиной вы видите триумфальную арку, она же Арка Победы, которая была сооружена в 1846 году. И как ни странно, она до сих пор сохранилась. В каждой столице мира есть место, которое считается самым важным во всем городе. В столице Молдавии, Кишиневе, это Арка Победы, она же триумфальная арка. Арка Победы, посвященная победе в русско-турецкой войне, является охраняемым памятником. Арка находится в самом центре города. В село одной стороны расположена площадь Великого национального собрания, с другой — кафедральный храм и часовня. Кроме этого, сзади арки расположен парк. Раньше на центральной улице, на бульваре Штефана Челмаре, бывшей улице Ленина, проводились парады и праздничные шествия. Кого-то принимали в пионеры у статуи Ленина. Она с октябрят, всем классом привозили к ней сфотографироваться на память. В современном мире на площади и на аллеях вокруг арки проводятся концерты, пасхальные и рождественские ярмарки. А арка в это время служит украшением площади. И трудно поверить, что когда на этой центральной улице ходили трамваи и ездили извозчики на лошадях. И сегодня, зайдя под арку, на ее стене можно увидеть старую советскую мемориальную плиту с названием арка Победы и неверным годом постройки 1846. Хотя во всех источниках она датируется 1840 годом, но оставим это историкам. Как вы можете заметить, сквер украшен атрибутикой пасхальной. Соответственно, к какому-нибудь празднику его всегда украшают. Либо Новый год ставят здесь новогоднюю елку и проводят разные ярмарки. А сейчас пасхальные яички кругом украсили роялем и вот такими ангелочками. Как будто роялись травы. Поиграем? Парк очень красивый, его постоянно облагораживают. Излюбленное место гостей столицы, ну и жителей. А также вы можете прийти в собор, который находится за триумфальной аркой. Арка находится на одной оси с колокольней и собором, служа как бы воротами к храму. И после того, как мы посетили собор, конечно же, мы погуляем по центру. Перед нами открывается всем известный театр оперы и балета. Здесь до сих пор можно увидеть потрясающие постановки с известными актерами. А какое последнее представление вы смотрели в этом театре? Напишите в комментариях. Кинотеатр Патрия остается одним из самых популярных кинотеатров в Кишиневе. Это два культурных объекта города, которые объединяют любителей искусства и кино со всего мира. Эти здания являются символами богатой культурной и наследственной принадлежности Кишинева и Молдовы. Друзья, ну и прогуливаясь по центру, конечно же, мы не могли пройти мимо театра Чехова. Знаменитого театра Чехова, который все знают и многие тут побывали. А вы знали, что раньше на месте театра Чехова в Кишиневе находилась синагога? Однако в 1950-х годах синагога была закрыта и переоборудована в театр Чехова. Театр в Кишиневе был создан в 1981 году и с тех пор стал настоящим культурным центром города. И до сих пор можно увидеть некоторые элементы еврейской архитектуры в дизайне театра. Это уютное атмосферное место, которое с легкостью может затянуть вас в мир театрального искусства и заставить забыть о повседневных заботах. Все актеры театра – это настоящие профессионалы, которые смогут вас погрузить в мир театрального искусства и заставить по-настоящему переживать события на сцене. Практически все пьесы Антона Павловича Чехова поставлены на сцене этого театра. Кстати, мы были на нескольких представлениях, очень прикольно. А также каждый выходной театр продолжает радовать детскими спектаклями маленьких зрителей. Так что, если у вас есть время, обязательно посетите этот театр. Ну а мы двигаемся дальше в сторону Рыжкановки. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, от театра Чехова мы пешочком прогулялись по пешеходной улице вниз и спустились на проспект молодежи. И смотрим, что тут все поменялось. Тут действительно все поменялось. Посмотрите, как обустроили лавочки с солнечными панелями. Современные инсталляции. Поменена плитка. Ночные огни порадуют вас. Прям проспект этот преобразился. И еще мы наблюдаем то, что тут перекрыли улицу. Кто помнит, тут был проезд. Сейчас его перекрыли клумбами. Сделали пешеходную зону полностью. Проезд есть только следующим. В повороте это ниже. Ну и, конечно же, гостиница «Турист», которую все прекрасно знают. Вот что с ней сейчас. Она еще работает. Тут одни офисы, конечно, работают. Надпись наверху, как вы помните, была она. Ее уже нету. Она только при входе осталась. Внизу, на пустури. Ну, с сердца здания мы можем наблюдать последние отблески коммунизма, скажем так. Памятник комсомольцам. Идемте посмотрим эту гостиницу «Турист» внутри. Если она до сих пор еще работает. И какие там номера на сегодняшний день. Друзья, идемте посмотрим номер. Это будет очень интересно. Неинтересно, неинтересно, но снимать нельзя. Вот такой красивый лифт. О, лифты обшили ковролину. Это интересно. Ну, чтоб теплее было. Друзья, заметьте, какие низкие потолки. У меня рост метр девяносто. Но я практически достаю до потолка. Давайте посмотрим, скорее номер не терпится. Делаем обзор момента, эту ковровую дорожку. Вот, пожалуйста. Есть в большинстве кровати, есть... Это двухспальная кровать. Что у нас входит? Тут телевизор. Есть спутниковое телевидение. Мини-бар есть. Мини-бара нету, да? Полотенце. И шкафчик, да? Дополнительное одеяло. Балкончик. Все та же плитка. Да, ну, вы знаете, я стою на этом балконе, и он, если честно, скатывается вниз. Такое впечатление, что он наклоняется. Ну, вид отсюда открывается. Вот, проспект. Красивый. Иностранец? И ванная комната. Душевая кабинка. Туалет. Все чистенько, красиво. Умывальничек. Замечательно. То есть в 800 лей питание не входит, только проживание ночи. Когда-то было очень много туристов. Ну, дальше прикодили группами. Группами, да. Да. Прикодили спортсмены и... Какой страны? Местный. Это двухместный раздельный номер. Да, тут можно на одного посетителя. Без балкона. Вид на задний двор. Также душевая кабина. Друзья, если вы обратите внимание, кое-где есть кондиционеры, но в основном их нет. Я спросила у служащего в отеле, почему нет кондиционеров. А он мне говорит, а зачем мне? Они не нужны. И так нормально. Кишиня не жарко. Зачем кондиционеры? Зачем в Кишиневе нужен кондиционер? То есть кондиционеры, которые стоят на стене, это только офисные помещения, которые сдаются в аренду. Которые люди сняли и сами себе поставили кондиционер. Печально на самом деле. На сегодняшний день сдаются только 10 номеров, из которых только в одном номере проживает один турист. И тот с Украины. Друзья, ну мы подошли к кинотеатру Москва, бывшему кинотеатру Москва. Сейчас это у нас театр... Юджиния Неску. Театр и сейчас работает. Здесь проходят выступления, выступают известные актеры. Так что, если вам будет скучно, можете посетить этот театр тоже. Один из лучших советских кинотеатров Москва появился в 1965 году на проспекте Молодежи. Единственный на то время широкоформатный кинотеатр с залом на 940 мест. Здесь крутили современное тогда панорамное кино. Проекция шла на экран с трех камер одновременно. Кинотеатр Москва незаметно прекратил свое существование в середине 90-х, превратившись в один из многочисленных ночных клубов. В 2003 году здание было радикально перестроено. Сейчас это здание отдали театру. Ну что, друзья, вам нравится наша экскурсия? Мы побывали в старых гостиницах, которые наверняка и вы когда-то отдыхали. Я вам скажу, там ничего не изменилось. Пишите комментарии под видео, мы с удовольствием их почитаем. А мы двигаемся дальше в направлении Рыжкановка. Добрались до района Рыжкановка. Находимся мы на улице Киев. Впереди нас Московский проспект начинается. А за нами, как вы помните, был когда-то дворец профсоюзов. На сегодняшний день тут построили магазин Каукланд. А за ним был когда-то рынок Алешина, если вы помните. Там уже стоят новострои. И мы двигаемся дальше в сторону Московского проспекта. Посмотрим, какие тут изменения. Московский проспект так еще и остался московским. Да, его, кстати, еще до сих пор не переименовали. Хотя многие улицы переименовали с другими званиями. Но идет разговор из-за Московский проспект поменять его название. Всем известные три дома. Когда-то их называли «Час 45». Я думаю, на сегодняшний день уже забыты эти названия. Называли их так, потому что наверху, на крыше домов, Аэрофлот делал рекламу. Кишинев, Москва, посредине было «Час 45» написано. То есть, кто помнит эту историю, Кто помнит эти дома, может быть, кто-то даже жил тут, Они выглядят так же. Я вам скажу, ничего не поменялось. Только куча магазинов понастроилась перед ними. Причем все магазины, которые построили внизу, Построены хаотично. Не соблюдается никакая архитектура. Просто кто успел занять место, тот и занял. Проблема с парковками. Люди паркуются прямо на тротуаре. И, конечно же, наверное, кто-то из вас помнит надпись «Панком». Она была когда-то внизу. Сейчас ее поместили наверх здания. И знаменитый магазин «Грин Хиллз». Сейчас вместо него «Велморт». Да, и, кстати, Примария Кишинева очень любит делать в городе круги. Как мы наблюдаем, везде по городу одни круги. Светофоры не нужны. Раньше тут был светофор. Сейчас круг главный. Все ездят только по кругу. И это в каждом районе. Чиканы, Ботаника, Баюканы, Рыжкановка. Везде круги. Хочу сказать, что в нашем городе начали ремонтировать, реставрировать подземные переходы. И давайте посмотрим, как же сейчас они выглядят. Там уже никто не гадит, так как раньше не спят бомжи. Выглядят очень неплохо. Это название? Если вы помните, раньше в этом переходе были киоски, всякие магазинчики маленькие. Там продавали всякую всячину. И вот так вот он выглядит сейчас. Красивые цветовые панно украшают этот подземный переход. Кроме музыкантов никого нет. Нам немножко не повезло с погодкой, как обычно. Мы копали под дождем. Но нас это не остановило. Мы идем по Московскому проспекту. И справа от нас был магазин Кокуэрича. Ты помнишь? Хайнегата был. Именно вот там наверху. Всем известный Хайнегата. А напротив был Ташкент. Кто помнит магазин Ташкент напротив? Сейчас там Виктория Банк. Ну я предлагаю посмотреть картинку с дрона. Как это выглядит сверху. Вот сегодня Московский проспект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и подошли к ресторану Пловдив. Все его помнят. Как он выглядел тогда? В принципе, почти так же сейчас. Только изменилась Эндис Пицца на первом этаже появилась. А сам ресторан на втором этаже. Там проводят только корпоративы и свадьбы. Ну и я предлагаю зайти по традиции в Эндис Пиццу. И попробовать, как тут готовят. Идемте. Друзья, ну и конечно Эндис Пицца нас порадовала очень приятным меню. Обновленным. Ну и цены доступны, я вам скажу. Ну, блюдо 85 лей, 70 лей, 80 лей такие ладушки. Ну, давайте перейдем к таким блюдам. 60 лей зама такая, солянка 67 лей. В принципе, цены доступны. Пицца 115-120 лей любая на вкус. Макароны. Ну, естественно, стейк. Вот я заказал 150 лей, он стоит. Ирка взяла вот такую вот кавурму на сковородочке. 120 лей стоит всего лишь. Давайте посмотрим, насколько это вкусно. Попробуем. Да, друзья, конечно, праздник для желудка тут можно устроить. Блюдо выглядит очень аппетитно. Я вам сейчас покажу. Я даже не хочу при вас пробовать, а то у вас потекут слюни. Ароматная зама. Стейк. Выглядит все довольно-таки аппетитно. Ну, и вы тоже. Заваривайте чаечек, наливайте себе что-нибудь. Вкусненькое накладывайте. И приятного вам аппетита тоже. Друзья, вкусно пообедав и переждав дождик, мы двигаемся в сторону Комсомольского озера. Я думаю, многие из вас там бывали. И те, кто давно там бывал, увидят, что там изменилось. Двигаясь в сторону Комсомольского озера, мы не могли пройти мимо Кишиневского цирка. Мы решили остановиться и показать вам, что с ним на сегодняшний день случилось. Кишиневский цирк был построен в 1982 году на деньги, выделенные Москвой. В год 60-летнего юбилея СССР в Кишиневе открылся цирк. Под амфитеатром, вмещающим 1900 зрителей, расположено сложное оборудование, которое может легко трансформировать цирк в кинотеатр или концертный зал. Первый праздничный концерт доставил истинное наслаждение любителям этого вечно молодого искусства. С днем рождения, цирк! Большой тебе творческой удачей! И в те времена тут проходило более 50 представлений в месяц. На сегодняшний день тут все пришло в упадок. И, как мы видим, есть вывеска «Касса» за углом. Но представления проходят в тренировочном зале, так скажем. И главный корпус цирка не работает. Окна заколочены. Кишиневский цирк был признан первым лучшим цирком бывшего СССР по удобству и красоте, а также включен в список лучших архитектурных сооружений Европы второй половины XX века. Купол сборно-разборный. Вокруг зрительного зала расположено прогулочное фойе. Стена была расписана на цирковые темы в очень редкой технике нкаустики. В фойе пол из мраморных плит на цирковые темы с изображением цирковых животных. Все это в полной мере раскрывало тему цирка и создавало праздничное настроение. Большинство цирков, построенных в Советском Союзе, они были типовые, но молдавские власти, им удалось уговорить Москву построить цирк, который будет отличаться от всех. Он был сделан в форме корзины, где он собирал своих зрителей внутри и давал более 50 представлений в месяц. После распада Советского Союза этот цирк, естественно, закрыли, он пришел в упадок. На сегодняшний день наши дети не могут прийти сюда посмотреть на это чудесное представление. Но я побывал, успел побывать в этом цирке и успел посмотреть ни одно представление. И если вы помните, это было чудесно. Сейчас тут все заколочено. Какие-то представления проводят там за углом, но вовнутрь попасть нам, конечно же, не получится. Нет, тут ничего не видно. И веселой прогулочкой мы идем в сторону Комсомольского озера. И хочу вам показать одно место. Я думаю, что многим из вас оно вспомнится и отложилось где-то в вашей памяти. Это Кишиневский ЗАГС. То самое место, где люди расписывались. Даже я тут расписывался. А на сегодняшний день тут все пришло в упадок. Естественно, его закрыли. ЗАГСа больше этого нет. Теперь ЗАГСы в каждом районе. Отдельный ЗАГС свой. Поэтому это здание у нас осталось в истории. Ну что, идем дальше. Подорожечки. Заметьте, установили Wi-Fi в парке. Новые лавочки с урнами. Зоны отдыха обустраивают. Слева детская площадочка. Стараются, стараются хоть как-то что-то привнести в наш современный мир. Ну вот, мы подошли к Комсомольскому озеру. Главным входом на Комсомольское озеро конечно же является главная лестница с ротундой. Давайте поднимемся на ротунду, которая в одно время была просто запущена, но на сегодняшний день ее восстановили. И в теплое время года работает даже водопад. Наверняка многие здесь из вас встречали рассвет после выпускного бала. Давайте я вам покажу, как это выглядит с дрона. На сегодняшний день мы можем наблюдать новую лестницу, абсолютно новую, восстановленную. И на озере катаются водные велосипеды. Да, пляж остался, он присутствует. И есть небольшой новый ресторан на пляже. В советское время парк назывался Центральным парком культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. А сейчас название парка Вали Морилар переводится как Долина Мельниц. Но до сих пор жители Кишинева продолжают называть озеро и парк в честь комсомольцев. Как лестница, так и весь парк были тщательно спроектированы. Проект создавался и воплощался в жизнь для исключительного удобства отдыхающих в нем людей. Вокруг Комсомольского озера была проложена кольцевая аллея протяженностью 2 километра. По личному распоряжению Брежнева была построена лодочная станция. А недалеко от основания каскадной лестницы располагался ресторан «Чайка». На Комсомольском озере работали сразу три грибные школы на берегах. Были построены спортивные площадки. На самом озере были обустроены места для рыболовов-любителей. В парке была построена также парашютная вышка, прыгнуть с которой мог любой желающий и испытать экстремальные ощущения. Рядом с вышкой была секция парашютного спорта. На территории парка функционировал зеленый театр, в котором выступали известные музыканты, проводились различные тематические вечера, проходили встречи с известными молдавскими и не только артистами. Все это было и осталось в нашей памяти. А вы знали, что это озеро вырыли московские комсомольцы? Серьезно? Да. Одновременно построили озеро и каткадную лестницу. Вместе с ротондой? Да. А также, ребята, перед входом на Комсомольское озеро, наверху, перед ротондой, вы можете наблюдать, как художники оставили свои автографы и изобразили старый Кишинев, как он был. Санвай еще лезет по улице Ленина. Ребята, и вопрос к вам. Кто застал это время? Кто помнит? Наверху озеро Комсомольского, где вход с каскадной лестницы, был дневной кинотеатр. И напротив него, прямо вот тут, находились детские аттракционы, детские игровые аппараты. Это время я застал. Так говорится, сейчас тут уже все забрали, приватизировали и строят ресторан. Но дневного кинотеатра, как вы видите, уже нет. На его месте современный спортзал и небольшая недостройка. Напротив ресторан. То есть все перешло в частные руки. Вы знаете, многие ругают советское время, многие хвалят, но так, как было раньше, никогда уже не будет. Друзья, ну и на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Конечно же, все районы мы не посетили, есть еще много красивых мест, но в одном выпуске все это не уместишь. Мы надеемся, вам понравился новый Кишинев. Кирка хочет, чтобы выпустили слезу. Это именно те, кто давно уехал отсюда. Ну, не так все плохо тут на самом деле, но я надеюсь, что будет еще лучше. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Не забывай подписываться. Мы поехали в новый город. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok